И более того, я хочу тут успокоить наших зрителей и слушателей, что исполнение минских договоренностей, оно юридически невозможно. Почему? Потому что, первое, сами по себе минские договоренности, они юридически были уничтожены с самого момента их подписания. Политически Минск-2, так называемый комплекс мер по выполнению минских соглашений, умер еще 31 января 2015 года. Обратите внимание на даты, которые указаны непосредственно в самом данном документе. Его легко найти, можно погуглить. И также стоит отметить, что после подписания вообще первых минских договоренностей еще в сентябре 2014 года, изменились обстоятельства, изменились условия, которые в них указаны. То есть Российская Федерация оккупировала часть территории Донбасса. Далее, второй фактор. Минские договоренности не могут быть в их интерпретации, буквальной интерпретации, как это настаивает Кремль, реализованной. Поскольку международное право не знает таких прецедентов, как проведение легальных, имеется в виду, не псевдореферендум, как были проведены во временно оккупированном Крыму, или в ходе аншлюса немецкой Германии и Австрии выборов на временно оккупированных территориях. То есть сами по себе еще раз повторяю, то есть те условия, которые содержатся в минских договоренностях, именно проведение выборов на временно оккупированных территориях, они не могут быть проведены. Далее, для предоставления особого статуса временно оккупированного Донбасса тоже это действие не может быть юридически произведено, потому что, согласно определению агрессии, утвержденной резолюцией ООН, традиция 3.14 от 1974 года, все, что приобретено, то есть ни одно территориальное приобретение, фактически связанные с ним какие-либо нормативные проекты, которые были приняты под давлением силами, является юридически ничтожным. Поскольку еще повторяю, что сами по себе минские договоренности, они были приняты под применением против Украины силы и дальнейшего угрозы ее применения, то, естественно, все прочее не может быть. И также не может быть и выполнено условие минских договоренностей о предоставлении амнистии коллаборантам и убийцам украинцев. Почему? Потому что на военные преступления, которые совершили военные оккупанты и их пособники-коллаборанты, амнистия по международному праву не распространяется. И это, опять-таки, вытекает из того, что за преступления, которые предусмотрены, указаны в Римском статусе Международного уголовного суда, эти преступления не имеют срока давности привлечения к уголовной ответственности. То есть, иными словами, юридически для Украины выполнить минские договоренности не представляется возможным. Первое. Второе, еще, повторюсь, условия их изменений, точнее, условия исполнения минского соглашения изменились. Третье, это то, что минские договоренности, они юридически-политически уничтожны, никчемны. И четвертое, что даже если, гипотетически предположить, Владимир Зеленский, пользуясь своим именным большинством, будет каким-то образом продавливать законы об особом статусе, проведении выборов и так далее, то есть пойдет на какие-то условия Кремля, то его неминуемо ожидает уголовная ответственность по предусмотренной статье 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена с отягчающим обстоятельством преступных интересов к стране агрессора и оккупанта. Надо отметить, что в Украине власть меняется достаточно часто легитимным путем в течение пяти лет, и потом, естественно, после того, когда власть изменится, то есть Владимир Зеленский будет лишен своих президентских полномочий, станет вопрос о привлечении его к уголовной ответственности за особо тяжкое преступление, а там вплоть до... Если, опять-таки, это преступление повлечет какие-то тяжкие последствия, безусловно, потому что Россия только усилит свою военную агрессию после того, когда минские договорники будут... Ну, это мы рассматриваем сейчас гипотетические сценарии, имплементированные в законодательство Украины, повлечет большее количество жертв, чем мы имеем сейчас, то понятно, что и Владимир Зеленский, и все те представители военно-политического руководства, которые будут заниматься имплементацией нескольких договоренностей, они могут быть и, скорее всего, даже будут привлечены к уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы. Продолжение следует...